...наши маленькие технические неувязочки и за то, что пришлось вам подождать. Хотелось бы узнать, все ли меня видят и все ли слышат. По возможности ответьте, пожалуйста. Спасибо. Мы начинаем. Итак, хочу представиться. Меня зовут Геворгян Ирина Финановна. И я работаю заведующим муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад номер 4 города Уфы, Республики Башкортостан. А также я являюсь действующим членом экспертной комиссии интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое поколение». И, собственно, именно с этим проектом «Новое поколение» я и хотела бы сегодня вас познакомить. Рассказать о специфике работы сайта, о его структуре, а также предстоящих нововведений. Интеллектуальный центр дистанционных технологий был создан и начал свою активную работу около трех лет назад. Вообще идея создания данного проекта принадлежит группе практикующих педагогов, то есть воспитателей, учителям, которые трудятся непосредственно в образовательных учреждениях нашей страны. Сейчас эти педагоги образуют творческий коллектив нашего сайта, являются его идейными вдохновителями, двигателями и в какой-то степени дирижерами, задающими темп направления деятельности центра. Данное обстоятельство позволяет выстраивать концепцию работы сайта с учетом самых актуальных требований, предъявляемых педагогам современной системы образования. И кроме того, с августа 2017 года Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новые поколения» начал свою работу в составе крупнейшего российского издательства и интернет-проекта «Директ Медиа». Сотрудничество с издательской группой «Директ Медиа» позволило нашему порталу перейти на качественно новый уровень развития, способствует тем самым реализации новых творческих замыслов и проектов. Ну, а сейчас я более подробно познакомлю вас со структурой нашего проекта. Сегодня работа сайта «Новые поколения» осуществляется в следующих направлениях. Это конкурсы для педагогов, конкурсы для детей, публикации, участие в творческой группе, участие в составе жюри и лицензирование. Организация и проведение конкурсов педагогов на нашем портале осуществляется согласно положению о конкурсе. Положение содержит название конкурса, дату начала и окончания конкурса, условия и критерии оценки. Для участия в конкурсе для педагогов необходимо подготовить работу в соответствующую тематике конкурса, оформить работу в соответствии с правилами оформления конкурсных работ, оплатить организационный взнос и заполнить заявку на участие. Оценка конкурсных работ происходит, исходя из критериев оценивания, путем голосования членов экспертной комиссии. Все результаты конкурсов размещаются в бланк оценивания и при необходимости отправляются к конкурсантам по первому требованию. То есть каждый конкурсант может узнать, каким образом была оценена его работа. В данном же разделе находятся такие пункты, как викторины для педагогов и экспресс-конкурсы для педагогов. В викторины включают в себя список основных викторин, которые могут быть интересны, наверное, прежде всего воспитателям, поскольку они разработаны с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта. Данный раздел постоянно пополняется, и это не окончательный вариант. Экспресс-конкурсы для педагогов подразумевают собой участие педагогов в конкурсах с ускоренными сроками подведения итогов. Это немаловажно для тех, кто проходит аттестацию, и необходимо в ускоренном темпе получить дипломы участников. Оценка конкурсных работ происходит, исходя из критериев оценивания, также путем голосования членов экспертной комиссии. И все результаты также помещаются в бланк оценивания. После оценивания наградные материалы становятся доступными для скачивания в разделе «Результаты конкурсов для педагогов». Одним из нововведений раздела «Результаты конкурса для педагогов в ближайшем будущем», если конкретнее уже в октябре, станет «Организация работы Всероссийского педагогического совета». Его работа будет осуществляться в двух направлениях. Для педагогов дошкольных учреждений и педагогов общеобразовательных учреждений соответственно. Планируется, что итогом работы Всероссийского педагогического совета станет выпуск программы Всероссийского педагогического совета с названием, списком участников, темами в печатном варианте. Наиболее удачные выступления будут отмечены благодарственными письмами. Также планируется открытие Всероссийской галереи славы педагогов, где мы планируем размещать информацию о заслуженных педагогах нашей страны. Перечень текущих и предстоящих конкурсов для детей находится в разделе «Конкурсы для детей». Хочется обратить внимание, что конкурсы для детей на нашем сайте ориентированы для детей от 1 года до 18 лет. Конкурсы всегда очень интересны и как для педагогов, так и для детей. И на достаточно актуальные темы. В перечне наших конкурсов имеется 5 конкурсов, которые запускаются ежемесячно. Это международный конкурс для детей по безопасности жизнедеятельности «Безопасная опасность». Международный конкурс для детей по воспитанию гражданственности и патриотизма под российским флагом. Международный конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасный маршрут». а также международный конкурс для детей по формированию здорового образа жизни «Зеленый огонек здоровья». Работу в этих направлениях творческий коллектив нашего портала выделяет как приоритетность подведения итогов на этих конкурсах происходит ежемесячно. Для участия в конкурсе для детей также требуется подготовить работу, которая должна соответствовать тематике. Оформить эту работу в соответствии с правилами оформления конкурсных работ, оплатить организационный взнос и заполнить заявку на участие. Оценка работ происходит по тому же алгоритму, что и оценка конкурсов для педагогов. В результате участия в конкурсе для детей наградные документы получают как воспитанники и ученики, так и педагоги, принимавшие участие в подготовке данных конкурсантов. Также в разделе «Конкурсы для детей» находится раздел «Викторины». Здесь представлен богатый список викторин для детей разных возрастных групп. Каждая викторина разрабатывалась воспитателем или учителем нашего сайта. Соответственно, они являются авторскими разработками. И по-хорошему, таких викторин в интернете больше не встретишь. Данный раздел является очень популярным среди наших коллег. Совсем недавно на нашем сайте стал доступен для пользования раздел «Викторины онлайн». Тут речь идет об усовершенствовании системы участия в викторинах, то есть об упрощении процедуры участия. Слово «онлайн» говорит как раз само за себя. Говоря о нововведениях нашего сайта, тут хочется отметить, что уже в октябре на базе нашего сайта планируется проводить очные олимпиады по математике для детей подготовительной группы, а также младших школьников. Работа в этом направлении активно ведется. Более подробная информация появится на нашем сайте в самое ближайшее время. В раздел «Публикации» педагоги помещают свои статьи, наработки, конспекты занятий, уроков, мероприятий, разнообразные методические мероприятия. Хотелось бы отметить, что в предстоящем учебном году авторами нашего сайта планируется выпускать сборник с наиболее яркими, инновационными и действительно актуальными наработками и рассылать их авторам. Главной задачей работы творческой группы является объединение педагогов, участвующих в научно-педагогическом исследовании и научно-практическом поиске при совершенствовании воспитательно-образовательного процесса. Отдельным направлением работы нашего сайта является рецензирование. Для получения рецензии на материал программу, статью, научную разработку, металлические рекомендации потребуется подготовить материал, заполнить заявку и отправить ее администратору нашего сайта. В качестве рецензента выступает великжанин Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Института непрерывного образования Башкирского государственного университета. Требования, предъявляемые ФГОС к современному педагогу, касаются различного рода компетенций. Одна из них – способность прогнозировать и анализировать результаты работы, выявлять сильные и слабые стороны различных проектов и мероприятий. С этой целью на базе нашего портала создан раздел «Участие в жюри». В составе экспертного жюри могут принять участие педагогические работники разных образовательных учреждений – дошкольных, средних, высших. В разделе «Архив» размещаются результаты прошедших конкурсов. И все желающие могут посмотреть, у кого какие были результаты и в случае чего повторять. Также хочется отметить, что помимо наших воспитателей, учителей и родителей, наш проект привлек, к сожалению, внимание мошенников. То есть был создан сайт «Новое достижение», который очень похож на нас, а также в нем содержится фамилия наших членов экспертной комиссии. Но этот сайт, хочется сказать, не имеет к нам никакого отношения. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, когда вы будете просматривать. Все-таки наш сайт называется «Новое поколение». И в заключении я хочу отметить, что председателями экспертной комиссии интеллектуального центра «Новое поколение» являются Костюк Константин Николаевич и Великжанина Татьяна Борисовна. Это все, что я хотела сегодня вам рассказать о нашем сайте «Новое поколение». Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Обязательно оставим свои координаты, как нас можно будет найти. Все это будет в чате. Так вот уже было. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, заходите к нам. Будем очень рады сотрудничеству со всеми педагогами нашей страны. До свидания. Коллеги, ну вот у нас сегодня получился такой немножко смазанный и короткий вебинар. Ну что ж, я всех прошу нас извинить за задержку, которая произошла в начале. Я надеюсь, этот короткий рассказ, тем не менее, был для вас полезным. Мы впоследствии продолжим сотрудничество с проектом «Новое поколение». Возможно, у нас будут еще вебинары более объемные. Это наш первый опыт вебинаров с этим направлением. Так что не защитим. Я думаю, тем не менее, что приведенные... Да, я только думаю, что тут ошибка в адресе немножко. Мы попросим Ирину Фанановну еще раз ввести адрес не сайта, а как адрес сайта я выше привел уже, а вот как непосредственно связаться со спикером, я попрошу эту информацию тоже дать в чате. Вот, коллеги, да, мы с вами завершаем сегодняшний вебинар. Я хотел бы обратить внимание, что у нас на следующей неделе опять очень обширная программа. Начинает ее Юрий Николаевич Белоножкин с вебинаром про образовательных ботов. И я обратил бы ваше внимание очень на вебинар, который я привел в чате. Это вебинар Софьи Багдасаровой, посвященный хранению книг в Википедии и вообще в Википедии. Мы этим вебинаром начинаем цикл вебинаров Софьи. Софьи прекрасный блогер и специалист по истории искусства и искусству, а также активный участник русской Википедии. И она нам расскажет много интересного. Поэтому я очень рекомендую вам посетить этот вебинар. Ну что ж, коллеги, на этом мы сегодня с вами завершаем наш вебинар. До новых встреч в понедельник. Всего хорошего.